всем добрый день продолжает стримить по субботам продолжаем делать работу в зимнее время и я буду писать рассказывать задавать вопросы и рассказывать какие-то свои истории свое мнение думаю что работа идет к окончанию прошлый раз мы с вами говорили что вот связь сделать между снегом проработку делали между снегом и основанием сосен к сугробу где-то как-то вот какие-то моменты выискивали вот эти у нас отставала вот эта средняя часть сейчас мы ее будем приводить вот этот угол надо немного прописать и но в целом уже начинаем приводить ее в порядок вот сейчас я занимаюсь тем что вот эти вот сучья вот эти вот которые отходят отсутствуют я их побольше и обычно внизу они вот так вот наломанные какие-то бывают ветки и сверху уже более густые это ну из просто наблюдений и я вот хочу сейчас вот эти вот этот момент немножко надо мне проработать сегодня у нас суббота предвыходной день у кого-то выходной поэтому думаю что это позволяет нам потратить его на занятие изобразительным искусством именно живописью и вот сейчас я продолжаю вот эти вот моменты которые сейчас обговаривали их уточняю далее что я делал прошлый раз уже где что немножко стал менять и направление мазков они будут у меня более наклонные диагональные и насколько я буду это момент весь прорабатывать насколько это будет это будет видно и уже собираюсь посмотрю на эскиз и буду стараться сделать только на правление и и вот проработку вот 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 этих моментов небольших частных но я буду смотрю опять же на эскиз стараться вот то настроение которое там было то есть уже переходить к обобщению передачи на нас настроение которое было и вот я вот смотрю там более светлый вот этот кусок и я начну его делать опять же работаем по всему полю сейчас посмотрю и начиная вот там через стронцы идет добавляю стронцы одна из любимых моих красок и я начиная вот эти диагональными мазками динамику при придает и здесь уже как бы объем более-менее состоялся в общем вот в таком духе в таком разрезе сейчас я попробую в другую сторону и здесь вот снег 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 мы говорили там снег более четкий я просто беру белила и смотрю куда его как бы он иногда вот здесь бывает здесь снизу деревьев можно его добавить где-то начинается вот эти вот свободные мазки такие проходить кое-где сейчас я посмотрю как это здесь больше там хорошо выражена вот эта часть я могу да я немножко стараться много мазков не делать они нивелируют друг друга и поэтому я старый новый остался хорошо так и здесь надо старые новые это вы такие пятна делать я где-то у меня была краска одна которая называется цирулиум она уже подсохла но мне чуть-чуть надо давай я для 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 чего сейчас эту краску хочу использовать если ультрамарин написаны и какие-то вот смещение с кадмиями красным но какие-то дополнительные оттенки в снегу как сказать в изображении снега я хочу добавить немножко другую краску то есть через цирреллиум они петель вот цирреллиум а вот ультрамарин они просто разные краски такие что очевидно и они как бы будьте них не как бы а конкретно думал будет обогащать цветовую палитру данной работы вот сюда и немножко делаю и здесь получится у меня такая бы тропинка суда что тут то есть одна часть снега и 2 вот здесь и понятно я ее хочу немного разыграть все опять же обращаясь первоначальные задумки в эскизе вращаясь я хочу вот этот вот момент ночью ленили чтобы чтобы вот это состояние которое было первично в самом начале в его стараться передать это конечно в полной мере невозможно но окончании работы вообще не к этому надо стремится невозможно понятно почему потому что разные задачи были там больше впечатления здесь уже надо моделировка формы мы занимались а моделировка формы как бы мы не хотели она все равно нивелирует вот это вот такую этюдно вот такой размашистое такое решение ну что делать так так устроено все поэтому мы здесь возвратимся сюда но вроде пусть будет здесь снежок вроде так неплохо что здесь попробовавшись мелкой кистью опять вот эти вот вот эти вот сделать ну как бы в ритмах в этих выстроить про ритмы мы говорили же нам надо эту книгу тоже выстроить вот эти вот ритмические эти я стараюсь их поддерживать эти ритмы дело серьезно они повтор идет и он такой хороший какой-то складывается вот эта форма она достаточно хорошо трассе и здесь уже почечу теперь сюда пойду в эту сторону здесь немного снега ну как как лево положу так ладно пусть есть будет пусть там будет только здесь как он пройдет то ближе что дальше так ну пока не очень понятно что ближе что дальше значит на одном уровне вот давайте сюда снежок подкину тоже в данном случае я это белила прям кладу просто все равно все идет в сочетании одного отона с другим поэтому где-то светлее темнее целом мне надо показать снежную такую подушечку вот сейчас я сюда перевожу так ну не знаю что то что то вот там как бы как бы как бы есть пока там что сделано ну виски здесь темнее идет но мы не знаю надо ли это как трудно сказать теперь сюда пошло систоропинка идет сюда но ка сейчас ее видите опять же вернемся тем что что почему цвет остается такой как как бы при начале письма ведь он все равно подсаживается но дело в том что к нему если здесь я писал прошлый раз и она была наверное самое такое светлое не самая яркая самая яркая здесь конечно то вот это рапинка то она подсела и в этот раз и опять набираем набирая какой-то вот дополнительный объем как и здесь я делал ну наверное еще вот сейчас у меня появится но сугробы угробы проказы матушки зимы сейчас я сюда причем свет ровно не не обязательно потому что он идет отражение различные и так далее вот я хочу поприветствовать рисунок живописи рисунок здравствуйте уважаемый продолжаем работать рад что мы сегодня вместе и как бы это все сейчас новым организовать пространство сейчас если посмотрим видите она стала посветлее здесь устала туда подсаживаться и как бы туда я и не хочу сильно там тогда контраст не нужен здесь будет ну понятно контрастнее немножко самый светлый а туда будут усредненный тон если тон усредненный ну того нам и надо это вот здесь немного хочу положить вот белиться уже подсели и за это время и белила подвяли немножко сейчас они ну так укрывистость немножко поменялось так что сейчас я две секунды положил так что живописи рисунок прекрасно вместе сегодня как и прошлый раз такая наша теплая художественная компания состоялась в наших рядах является такой это скажем костяк что ли или команда такая творческая команда вот сейчас я это и сюда немножко уведу видите вот вот укрывистость вот этой краски это ведь она разная вроде казалось сейчас я взял и старый или в который подсохла и постараюсь немножко сюда увести дальний вот и тот тоже смотрю на эскиз она туда немножко должна уйти и смотрите что я делаю здесь немножко цвет другой здесь помягче стало если в эскизе в этом но этюдного такого характера значит там я делаю более грубо так более контрастно что ли более такой то здесь за счет того что пространство увеличится который провод прорабатываем кистью она становится более мягкие переходы более теплые появляются но пока здесь ну что то здесь такое есть пусть такое на шлепочный такой идет момент так а здесь еще нет такого значит сюда шел сюда и там эскизе я завернул вон туда так и классический вариант сюда зашел и туда немножко повернул надо ли мне это подрезать знаю как только задаю себе вопрос и говорю не знаю я перехожу в другое место потому потом узнаю к тому что надо отвлекаться от того что что пишет так теперь вот здесь говорили здесь должна быть такая вот проработка такая проработка должна немножко более такой тщательно мы говорили что здесь так лихо и ничего пускаем остается здесь будет вот ну та же сама сосна только далеко и показывает плановость и что она еще делает вот в этом месте она ну если убрать то будет вот просто такую обобщенное всю она делает конкретику этого места это тоже художественный прием мы на него обращали внимание что стоит делать какую-то день деталь какую-то вот такого плана и зрителю кажется что это ну так и было на самом деле было не было это не не обязательно что было то есть это не не факт что было или не было а вот картине она должна проявляться чтобы ощущаться что было просто реальность вот это и я сейчас ее пытаюсь до эту реальность и так теперь здесь у меня будет зеленая я хочу через кусты через ветки здесь немножко туда подсажу вот так хитрость такая вот что художник должен быть как разный где-то имитировать что-то где-то пойти через психологии где-то через философию то есть должно быть такое разного плана и суть то в том что что мы вкладываем свою работу и это такой вопрос очень сложный потому что если мы возьмем допустим почитаем искусствоведов не всех мы уже говорили что они разные есть которые имеют художественную подготовку прекрасно вот есть которые но вот более больше теоретиков но я к тому виду что они могут описать этот весь процесс но сделать не могут сами-то не умеют делать а как бы со стороны это описывать мне кажется вот здесь есть такая вилка или как такой момент что художник когда делает вот тут он не не описанием занимается занимается вот как вы знает он сам что делает и не 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 обязательно это да да должно быть описано понятно да к чему я клоню потому что искусствовед описал что делал такой вопрос откуда он знает а искусствовед говорит что я-то лучше знает художник нему это я-то могу его описать работу он сам не догоняет типа я-то могу но вот здесь есть такая на мой взгляд опять же все есть такой момент что как бы знает лучи автора ну не совсем бы это так это и не обязательно это знать особо надо уметь чувствовать ну говорили об этом интуиция должна быть еще что-то художественное как бы это чтобы не было что яйца курицу очень здесь есть такой момент он вечный об этом идут споры и разговоры но мне кажется это такой момент наиважнейшее то иногда яйца курицу учат или там на каких-то конференциях начинает объяснять что что сделал художника как будто откуда-то они это знают знают ли они это вот вопрос могут ли нет и вот это вечная проблема оказывается художник написал они потом объясняет художнику что он писал и как он это делал да не может быть неужели это яд я немножко иронизирует но понятно чем они что не обязательно все 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 это проговорить и объяснять и не надо это и язык художественного изобразительного творчества поэтому здесь как бы это вот это уместно мне кажется когда искусствовед начинает там или кто-то там я не говорю о зрителе я говорю именно искусствовед зрители имеют право все вот и тогда хочется спросить сказать ему дать кисточку сказать ну ладно ты еще рассказал великолепно на кисточку покажи это и на этом все заканчивается мудрые мысли на это то есть скорее всего это все все уходит в из в историю искусства в истории искусства вот это уходит как мы это воспринимаем да это через количество пересказ в это было какое-то время художник там путешествовал по европе в это время то есть вот такое повествование такое не сильные сильные искусствоведы те которые сами работают там бесспорно просто я уже говорил об этом напоминал эти фамилии именно они сегодня много таких интересных людей которые сами художники и является искусствоведами пишут теористические труды преподают в узах вот это сильная сторона которая но сегодня должна но развиваться не остальным надо просто преподавать историю искусства тогда будет какое-то развить так увидите я тут уже за за делом за этим разговором вот он написал вот думаю что вот на такие речи мне должна быть какая-то агрессивная реакция надеюсь что она будет и как говорится уже будет это спор дело такое серьезная на мой взгляд можно так сказать вот он сделал не так композицию то что-то там недостаточно хорошо нарисова прорисовал мы уже знаем это я грагулю как же здесь недостаточно прорисовал ну бери кисточку скажи на пожалуйста сделай не так композицию вообще ноль будет ну тогда нет это не моя работа моя работа вот подсказывать тому кто умеет делать ну вот так примерно звучит подсказывать тому кто это сам делает такой вот момент есть это примерно как композитору подсказывать я не знаю но там еще чего-то буду говорю зритель может все что угодно слушать им все что говорится но когда касается профессионалов это дело серьезное лице не учите ученого я не про себя говорю я вообще задача искусствоведа пропагандировать художника не более так вернемся сейчас сюда как я это все это сейчас я хочу здесь тоже этот момент помните говорили об этом что надо слоями это смотреть сейчас я попробую ну ка слоями ну ка сейчас качу будет то есть мне надо разбомбить немножко тут столько ухты много пространства вот этого ну хочу сказать что я пытаюсь вот разнообразие вести вот нет не только пятнами такими но и и разнообразие вот этой фактуры понятно да пальцем пошел немножко разбавить плоскость большая вот эта плоскость она должна быть разбавлена пусть потом мои любимые искусствоведы изучают это под лупой это еще говорится не финиш но уже вот видно вот эти вот фактурные моменты от от кисти от пальца от плавленый мазок фактурный мазок то есть мне надо все это и все это должно прочувствоваться ладно так вот еще смотрите я сейчас так делаю это но считаю нормальный такой подход и и я учитываю что краска должна просесть немного потом я попробую все это посмотреть сбоку эти фактуры лишние срезать когда они подсохнут и закончить работу теперь вот здесь так здесь вроде ничего не просто все это потому писать работу надо много чего так поэтому я Видите, да, подрезаю. Так, и что-то здесь. Попробую другого цвета добавить. Опять же, франциановый сюда. Жёлтый цвет мой любимый, но он непростой. Его сейчас через стронций подсажу, видите? Помню. Кадмий, жёлтый цвет, стронций. Размазал пальцем немножко. Добавил фактуры, здесь всё более густо. Чтобы белые вот эти, они тоже не вылетали. То такая плотность была и в то же время воздушность. Так. Так, никто не пишет. Вот я хотел на этой неделе посмотреть весенние пейзажи для следующей работы, подготовить. Но пока нет такой погоды. Ещё как-то такие качели идут, погодные качели. Вот хотелось, чтобы она весна вступила в полную силу. Тогда можно... Тогда можно... Пока каких... Возможностей нет. Нет таких. Так, это вроде... Что-то так. Здесь ещё подберу. Вот насколько уже вот это небо прописано. Оно прописано на 4 слоя, наверное, уже. Так, сейчас я ещё попробую. Так, с тронциановой сюда всё-таки хочу. Небо с тронциановой. Небо с тронциановой. Так, ещё. Так, наше время. Обычно мы работаем полтора часа, да? Ну и хорошо. Я думаю, следующее-то мы точно закончим. Ну, как-то загадывать не будем. Всё зависит от... Так, ладно. Хороший здесь. Что я здесь хотел? Я хотел здесь посмотреть... Так, вот этот момент. Вроде здесь... Видите, со временем набирается и форма, и тон, и цвет. Не сразу, но потихоньку мы идём вперёд. Сейчас я хочу вот здесь посмотреть, чтобы откуда было что. Откуда было что? Так, вот здесь иду, иду, вот здесь. Это где-то... Толщинки не хватает. Наклонные мои мазки пошли. Как-то это всё. Сейчас этот моментик ещё посмотрим. Поднять сюда этот... Переход вот этот. Здесь что будет? Здесь, наверное, чуть... Да, тоже надо подобрать этот... Такое хочется... Немножко такого... Метель бы добавить, но... Пока непонятно, насколько она будет оправдана. Так. Тёплую надо сюда. Может быть, чуть пониже эту... Пусть там будет. Сейчас я снежком внизу подкину. Так. 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 такой вот я начал же краску одну мешать другую теплую холодную тут все вот это что-то здесь получилось ну что то есть уже если здесь это уже четко проявилось то здесь она рядом ходит рядом ходит так попробую что рядом ходит может стоит вот здесь тоже применить такие такое такой подход что где-то и видно да что немножко или не то чего не хватает то и тогда вот здесь не из-за этого снег на дерево залазит да чтоб снег на дерево залазил надо что сделать надо рядом положить холодное еще раз вот здесь надо положить холодное и темное вот он на него залез так отличный ход давайте здесь попробую то же самое я как бы списывал это все а теперь я хочу сделать чуть-чуть по-другому тут будет оснаете вот это сюда мне надо положить на вот такой сугробец так везде ли это надо делать вопрос ну в принципе делается часть по наики тоже сделал сюда то потом пошел ближе дальше как обычная история мы эту делаем то есть ближе дальше дерево дальше лежит ближе выше ближе это сюда ну здесь мы говорили что сбить композицию вот этим куском чтобы не было так деревца так деревца и зашло ну или на так уж это и сказать бы слово банально но тривиально пусть и надо все равно где-то разбивать так так такой мазок попробовать сейчас легко и узнать что мы его применяем то что придает просто живость работе так правильно ли сделал или нет может и не зря уже сюда полез ну-ка сейчас и подсажу вот и вопрос о композиции как она рождается вот данном пейзажная такая штука за основу взяли посмотрели все время надо так как это хулиганство вот а потом холсте же как говорится доводим процент вот это и при визации и это важный такой момент именно пейзажной живописи это как бы есть чтобы мне была такая мертвая 20 хорошо сделано но такая здесь важно чтобы было это ладно начиная что-то уже это не то значит надо перейти в другое место краски надо захватить красочки захватить теплой сюда немного все время надо вот этот чтобы краска была одна другая подсветить как в жизни что мне не бывает же ровно ничего не бывает одинаково ну допустим построена на одной краске ты как основная краска то бы ты бывает но то есть не бывает она есть но все целом белый да но называется локальный цвет или как можем назвать основной цвет тем не менее в нем куча оттенков но смотреться должен вам все равно белым снегом да вот посадил немножко ну ка еще раз вот о чем это беспокойство то меня что бы это одолевало вот я взял ухо светлого и цирреллиум казалось бы как можно их друг другом соединить ну ка вот она так да может быть так не надо увлекаться этими мелочами теперь есть вроде здесь немножко сделано получилось то у нас есть у нас есть снег на снег мы берем специальную кисточку у нас синтетическую сейчас попробуем где-то положить вот по эскизу я смотрю где-то здесь есть еще и вот смотрите что надо делать снег должен выйти сюда потом туда вот как здесь по тону заскочить значит я возьму опять эту кисть и постараюсь по тону сюда вот то есть сугробики эти делать мелкие сугробики как они у нас будут так сейчас я к ним подберусь потому что сразу это трудно наверное то есть делать тени света форма это тени света больше ничего лепка формы пошла добавляю так 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 это здесь должна быть да здесь есть лепкость но я могу взять давать и опять стронция добавлю что у меня не очень сегодня и куда-то сюда опять с ним добавлю вот эти кусочки снега стронции беру опять его сберила так чтобы мне меняю кисть хочу вот так вот то есть мазок поменять видно видно да ну стало похоже больше на снег скажу почему потому что на каком то участвовал снег он вылез сюда за счет того что все таки посадила я небо связано с тем что смотрелось немножко дыркой то есть они смотрелось как дырки сейчас стали как снег это вопрос разбора по тону то есть я как стал применять тон разницу тональную взял они сразу сюда пошли и теперь опять я хочу подгребаем подгребаем к концу уже чувствуется мне кажется оставлять еще рано но уже начинает чувствовать что работа какое-то какое-то завершение она вот я сейчас опять этот снег так видите подсаживаю вот эти темная сторона луны вот она вот ну-ка как сейчас сюда ну просто напрягаться приходится прям конкретно чувствую напряжение напряжение наверно она связана с тем что она сосредоточится то что напряжение вот пытаясь сосредоточиться так ну пусть будет снег так 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 опять хочу к стронцу вернуться и попробовать его сюда так теперь посмотрю по эскизу что это хорошо это это есть пусть будет так там покажет весна что там произойдет так вылезла какая-то непонятно что так пошло сюда наклон делаем вот здесь будет больше снега так опять беру другую кисть там эскизи вообще очень много я думаю так хватит пока там видно будет теперь вот здесь то что там оставалось видите по тону она будет как бы теневая сторона небольшие сугробы так что еще здесь ну-ка еще ли синим попробую подсадить сюда то есть вот смотрите что все как бы я пишу вроде так немножко и и более свободно и и сочиняю все на ходу на ходу ну вот такая была работа я все время занимаюсь вот этим объемом вот здесь объем делаю здесь объем этот ветка объем ствол объем все стараюсь вот так за объемить вот чтобы она ну понятно здесь есть живопись такая плоская и усредненная по цвету я наоборот хочу писать более более открытую живопись что ли делать такую по цвету более сильную и вот такой тоновой вот этот вот объем прописывает он так теперь здесь это опять же говорю за счет фактуры вот здесь плоскость большая за счет фактуры туда объем уходит внутрь что-то здесь за счет контраста где-то списывается дерево свет тень свет тень свет тень свет тень везде вот такую тоновую тоновую проработку тоновую живопись вот я и хочу ее сделать и важно что я пишу слоями на многослойность это такой момент не пришел там забахнул там трехметровый холст и и пошел именно вот я хочу обратить внимание на это что слой слой на слой слой на силу на слой и получается такая объем такой стается так теперь вот здесь не знаю что здесь вот у меня по эскизу здесь немного есть и здесь много давайте попробуем много здесь мы говорили про этот кусок что он удачный ну вот это эти литвях должно что-то появится снег так так и она смотрите эта ветка идет она отсюда идет раз и на ней снег упал о история такая вот посмотрим так ушло на ветку здесь будет немного ну пусть будет немного я здесь немного снега положу сейчас сюда 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 немного да тут-то вроде есть такое я смотрю на насколько это должно быть вот здесь хочу снег положить чтобы выход был туда композиции выход как ее называют открытая композиция туда можно и выйти не замкнутая открытая вот я ее сейчас и сделаю открытой что о кусочек снега сюда и кусочек снега сюда надо положить поправлю очки свои так час прошел уже Никита Сергеевна о час да не больше ого хорошо значит есть момент который сейчас сегодня доведем и не знаю на следующий я закончу или оставим я думаю надо заканчивать следующий сеанс почему потому что окончание работы заключается в том что надо все это лихо потом кисточкой пробежать и чтоб казалось что вот пришел художник и как говорится с полпинка сделал грубо выражаясь ну так по-народному с полпинка все это сделал вот вот такое ощущение было вот у работы Валентина Серова Валентина Александрович Серов тоже он создавал у него интересные работы но он писал очень долго ну не знаю долго он писал работы у него там портрет Исупова там с лошадью стоит ну много у него работ его девочка с персиками там ну перечислять это наверное сейчас нет смысла у него колоссальное количество он писал долго портрет допустим 60 часов сколько там еще я сейчас точно не могу каждый раз как говорится по-разному время тратится но у него было впечатление что он это делал за 15 минут максимум представляешь какая лихость по мастерству великое то есть он делал все он в конце делал вот эти вот незаконченные мазки лихо прописывал обобщал вот этот момент хотя скрупулезно делал все время и впечатление создавалось ну просто хочешь его альбом посмотреть у него на полочке стоит то ну просто колоссальная там это работа а ощущение такое что он это просто взял и сделал пришел там не напрягаясь лихо так замахнул холст ну вот такое такое вот впечатление остается от его работы это на самом деле он стал тоже и вот мне кажется это очень верно не должно видно быть труда художника не вот посмотрите как мы говорим о композиции да мы вот это все выстраиваем оказалось простой сюжет выстраиваем в размерах а ритмах выше ниже сколько стволов здесь через какой промежуток идут как их сбить то есть кухня такая какую краску подбираем а зритель этого не должен на мой взгляд опять зритель это должен вообще не понимать не ощущать это и может профессионал не обязательно это еще как только ты подходишь к работе и начинаешь считывать как художник делал композицию как он это все сделал то есть первое впечатление ну вот это мне кажется уже ну минус что ли этой работы трудно сказать что минус ну да что считывается как он придумал то не должно вот прочитываться первое должно быть уже здорово так написал прямо вообще молодец а считывать композицию то будет как в учебнике значит понятно да про что я говорю про что я говорю что это не должно быть видно не не видишь сколько говорили композицию да вот так было как было так он и сделал видишь ну просто удачный момент нашел хотя все далеко не так было было и прошло теперь вот здесь веточку хочу эту снежком посыпать это тоже по ритму так идет ритм здесь ну вот там как-то покруче идет как в эскизе сделано трудно это повторить но может последней записью пойдет видите сейчас ну вот не боюсь этой краски побольше сейчас сюда это ой пусть сохнет пусть усядет чтобы вытянуть этот объем так вот вот сюда на эту ветку положить опасное дело надо так положить чтобы по форме как говорят это когда мы учимся да да здесь надо так здесь так сделать а насколько это должно быть прочитано должно смотреть должно быть смотреться естественно а считывать все не надо не должен художник показывать так еще сейчас близко 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 ходим к окончанию работы да и так как мы говорим интересно будет когда мы это ускоренное сделаем да будет интересно посмотреть насколько это все так смотрю здесь пауза нужна да хочу паузу сюда сделать тоновую паузу положить сюда интересно будет да 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 я ее усилил это правильно не стал все это вот так в одну кучу валить что говорится должна быть такая лихость здесь конечно еще хватает работы сейчас я туда перейду время позволяет нам этим заниматься и сегодня вот свек какой был да на улице гробы навалило машины завалило так то красиво конечно что но отрывать машину не очень да так здесь 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 немножко на какую ветку положить здесь на какую ветвь положить на ощупь сюда положить нет сюда положить тоже это зависит от ритма да и почему ритм считает нам так надо сделать так 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 все это идет по появился снег я еще про него подумаю меня интересует вот этот момент сейчас вот тоже смотрю по эскизу вот так идет а сюда вот эта глубина внутрь пошла эти хвои хвойная хвойная такая-то история хвоя пошла туда и она темная пошла сюда то есть я к чему веду что здесь тоже объемы надо разыграть пока это все так как бы подложка еще имеет еще форму подложки которые которые мы иногда говорим здесь должна быть форма тоже разыграть надо тональная или и хи хи так вот здесь у меня плотно идет вот этот момент а вот здесь еще снег и я пока здесь не очень понимаю зачем тоже опять мы поговорим об этом что когда работа работой занимаешься вот я почему к этому касаюсь что не все можно объяснить не все можно а рассказать я про поводу вот этой искусствоведения как делается работа не все можно рассказать художник не все может рассказать он должен понимать это все очень хорошо чувствовать очень остро свой опыт так сказать всегда и все а то потом нам расскажут что мы хотели сделать это будет интересная история что художник хотел как ему это удалось а хотел ли он это не хотел так получилось иногда приписываю такой художнику что он сам удивляется вот это я дал это я вот круто завернул это я вот круто завернул эти все время эти мазки вот наклон 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 движение 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 вот чтобы это казалось бы абсолютно статичная композиция так вот здесь так сейчас еще секундочку что-то начинает складываться как всегда к концу сеанса так вот здесь вот так и здесь вот так вот здесь надо я потом это все еще подшустрю немного вот я о чем и говорил сегодня сообщать я возвращаюсь это по форме к эскизу как основа почему потому что когда она закладывается в самом начале там ну больше точности больше энергии больше впечатления вот этого как сказать то есть она сбивается прям четко когда начинаем мы уже моделировать пищевую нельзя сделать работу больше то это все убивается немножко а в конце надо сделать вот как говорили про Серова я конечно не Серов но я думаю что в этом отношении добился больших таких результатов Летин Александрович и не грех бы его это так собирается 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 мазилка уже пошла так потом сюда пошла так это снег здесь будет немного снега так я понял что что то речь сейчас я вот здесь вот так сделаю немного так хотя я здесь не сидел снег насколько помню что то такое должно быть так и теперь он должен вот здесь идет и должен появиться вот здесь да да вот здесь здесь или не надо здесь здесь достаточно чтоб не увлечься а то можно все снегом закидать что то здесь по композиции вот дабы здесь тоже не очень что то идет так так потом вот здесь идет большой кусок давай искнем здоровье чем хорошо писать маслом да на ходу можно менять сочинять изменять 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 что то наверное вот здесь немного снега там у меня есть вот перебиваю все ну говорили хорошо когда такая вот мазилка вот это идет вот мазки такие какие-то все это как бы более свободно вот снежок я положил сколько надо было держать это в уме чтобы да чтобы это потом ну теперь я хочу вот она была вот вот эта часть идет она идет так идет по моему вот здесь можно немножко снега положить и сюда тоже видите опять по ритмам потом значит в конце наверное все таки следующий сейчас дадим просохнуть посмотреть и я скажу что я хочу сделать сейчас я это веточку немножко вложу сюда вот она под сайт я хочу зажечь их просто найти то есть понятно чтобы они загорелись больше в принципе уже и вот здесь был кусочек наверное это важный вот здесь снег должен быть я к нему еще не знаю ничего не не подвел ни ветку ничего но чувствую что у нас здесь должно а там подведу так 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 ха-ха-ха как говорится и здесь что-то должно быть не знаю что-то уберу может потом вот здесь хочу тоже я беру эту зеленую зеленую вот здесь хрома умборочки и сюда хочу вот этот вот то есть что я здесь делаю я здесь понятно я здесь светлые убираю вот здесь вот эти светлые штуки Я сейчас скажу, почему я это делаю. Во-первых, они начинают путать одно с другим. Мне надо пока их убрать. Во-вторых, они смотрятся какими-то сквозными дырами. То есть дробность, цельность теряется. Вот я подсобрал, ну просто видно, что подсобрал. И если здесь лежит снег, он должен лежать либо до ствола, либо после ствола. Ну вот сюда немножко его, ну да, наверное, сюда надо немножко снега пнуть. Может подождать. Тут главное не увлекаться этими вещами, а то сейчас все будет так и сосны потеряем среди сугробов. Так, хорошо. ЕСУВКОСКО, говорят. Теперь я хочу здесь посмотреть вот это тоже. Согласно эскизу здесь у меня должно быть плотнее. Вот смотрите, что еще могу сказать. Вот эта часть отставала, да, по письму. А теперь видно, что она выравнивается, да? Я имею в виду по живописи. По прописке, по технике она отставала, ее надо доделать. А сейчас она... Все, уже сборник пошел такой. Сейчас я восщу его сюда. Дык. хорошо ли это вопрос такой следующий сеанс я все-таки проведу проведу и хочу чтобы на нем все собрать посмотреть тонально лихости передать и как бы надать ее уже уходить работой насколько она будем искать новую есть у меня идея и дописать другие работы которые я писал но я это и сделаю ну наверное это будет и во время стрима пусть это остается хороший кусок пусть будет а к чему потому что вот этот промежуток он сюда попадает и это хорошо пусть попадает здесь мы оранжевый у нас да вот чересчур оранжевый я говорил я говорил о том что зажечь надо козьбить разберемся туда-туда так и за недельку работа выстоится за неделю она выстоится и будет понятно как ее закончить может быть так идет а может быть где-то надо я имею ввиду проблески света сделать так сейчас я еще хочу кое-что здесь посмотреть наверное на сегодня и будем заканчивать уже судя по я-то что здесь хочу я хочу здесь тоже сделать небольшую обработку толстая чтобы он не был такой и потом за неделю я продумаю как ее закончить чтобы она была лихо написана не вызывало таких каких-то там обнений уже так сверху ну пока не буду можно сверху сейчас вот такими как мы писали по верху пробежать оживить все это как говорится метели добавить все что угодно но пусть просохнет и уже уйдем на последний слой это дело имеет значение имеет 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 значение то есть мы сегодня подводя итог можно сказать закончили моделировку перешли уже такой живописной составляющей где-то появилось вот эти вот дела там посмотрим приведем приведем и сделать ее такую лихую чтобы она не была такая ну просто сделанная везде то есть понятно о чем я говорю что светлей темней тусклей активней цвета побольше куда-то там это цвета добавить чтобы он это заиграло чтобы стала такая живописная работа стараться делать чтобы она была но немного немного такая придавала немного легкости и настроения придавала вышла так ух и все ух и это будет результат ух ух так секундочку господа еще немножко вот здесь уже зацепилось видно да что то здесь красиво здесь такая она конечно это все традиционно но и на том стоим она будет традиционно лучше быть так секундочку еще и заканчиваю я я хочу вот здесь сделать как рождается все это с вами мы узнаем проникли в тайны и и это это будет у нас такой анализ творческий процесса еще раз хочу сказать что мы говорим о творческом процессе а не о технической стороне техническая сторона она входит в этот творческий такой процесс создаем работу настроение работу на ходу вот как она вырастет художник может писать вот два но важно как бы то что он сделает но вот я посмотрел на экран сейчас ну конечно разница есть между тем то написали на экране пожестче все немного но пусть будет так значит я что думаю что на сегодня наверное мы заканчиваем работу трансляцию я хочу всем пожелать хорошего воскресенья женщин поздравить праздником 8 марта то мужчины побольше цветов побольше любви провести этот праздник на самом высоком уровне и я думаю на следующей неделе мы с вами закончим придумываем название за это время поставим подпись и и все с этой работой будет как бы момент этот будет завершен с работы с этой мы на время попрощаемся видите еще всего доброго до свидания пока праздником до свидания у до свидания Продолжение следует...